И, кстати говоря, моделью плюс-сайс может быть не только девушкой, но и молодой человек. Если бы не эта конкуренция, то меня бы уже не было. Мне не нравится ношение чужой обуви, не в белье, не эротические. Это считается эскортом? А вдруг это любовь. Мне всегда очень везло с боссами. Я не смогла договориться сама с собой о стоимости. Конечно же, очень важно оставаться в одном размере. Поправляются не от куска торта. Я ем все. И это нереально круто. Всем привет. Меня зовут Голубева Мария. Это программа «Женская тема». Сегодня у меня в гостях модель плюс-сайс Анастасия Сахарова. Настя, привет. Привет, Маша. Спасибо, что пригласила. Пожалуйста. Что пишут моделям в директ? Как не заработать расстройство пищевого поведения? Что думают про работу модели окружающие? Об этом и многом другом плюс-сайс модель Анастасия Сахарова. Ну, для начала расскажи, что такое модель плюс-сайс. Ну, пожалуй, все-таки не что такое, а кто? Кто? Да. Модель плюс-сайс – это девушка с параметрами от 48 размера, хорошо бы с ростом от 173 сантиметров, с пропорциональной фигурой и привлекательной, яркой, интересной внешностью. И, кстати говоря, модель плюс-сайс может быть не только девушкой, но и молодой человек. Кстати говоря, в России, ну ладно, не в России, в Москве, я их не знаю. Есть острая нехватка. Так, мужчины, берем на заметку. Да, если ты есть, услышь, ты озолотишься. А с чего, расскажи, началась твоя карьера? Почему именно моделинг? Это очень долгая история. Ты знаешь, это не было моим планом, моей мечтой. Это была случайность, поэтому я люблю так шутить, говорить, что не я выбрала моделинг, а моделинг выбрал меня. Я работала на нелюбимой работе, мне очень не нравилось, и я прям страдала. Но последнее место работы – это были продажи, продажи кавказской минеральной воды. И мне было несносно, что пять дней в неделю я хожу на работу, мне не нравится. И каждый день, перерыв на обед, я смотрела на Суперджобе, на Хэтхантере, чем бы мне заняться, куда бы могла подойти. И я увидела объявление, что требуется модель для примерок. Я подумала, ну, в принципе, мне все говорят, что я фотогенична, надо попробовать. И я отправляю им свои фотографии из парка Царицына. Там даже я с сигаретой. Как я могла отправить тебе фотографии, я не понимаю до сих пор. И они мне звонят и говорят, приезжайте. Но ты понимаешь, я-то не поехала. Я думала, что это будет что-то несерьезное, что это будет свободное от работы время в выходные. А меня позвали на кастинг в будний день. И я отказалась. Прихожу домой, переспала с этой мыслью, просыпаюсь и думаю, ну, ты не дура. Ну, ты же не хочешь этим заниматься. И мне уже было очень стыдно звонить снова в ту же компанию. Я отправила те же самые фотографии в 10 компаний, которые первые вышли по запросу в поисковике одежды больших размеров. И меня снова взяли. То есть моя первая компания, это компания с Веста. Там и случилась моя первая съемка. Никогда ее не забуду. Это было 12 часов подряд, когда ты не умеешь ни улыбаться, ни позировать, не знаешь никакие свои сильные стороны, слабые. Но мне сказали, что берем. Вот с этого все и началось. То есть началось как с хобби, да, как ты предполагала? Да, это было хобби, но это было настолько хорошее хобби, что на тот момент мне можно было работать два раза в месяц, и это была моя заработная плата за месяц. То есть настолько хорошо. Да. Но ты же, насколько я знаю, начала свою карьеру. У истоков моделлинг плюс сайз он только начал набирать обороты. Вот трудно было в то время? Ты знаешь, я не могу сказать, что я прямо первая модель плюс сайз, но я одна из первых. Начало было в 2010 году, и вот представь, на такую большую Москву, на тот момент 19-ти миллион, у нас было всего человек шесть. То есть конкуренция, я бы сказала, что она нулевая. И альтернативы мне не было вообще. И если бы мои нынешние знания и понимание своей ценности в то время, конечно, я бы работала совсем за другие деньги. В общем, мне нравилось, я была счастлива, никаких трудностей я для себя не видела. То есть я поняла схему, я забивала фирмы, отправляла свою портфолио, и меня брали. Но случился кризис буквально через два года. Так, это какой? Поскольку я была везде, мое лицо бесценилось, потому что... Ну, было уже очень много. Да, было слишком много. И тут мне на помощь пришла конкуренция. И вот благодаря ей я уже 11 лет все еще на рынке. А вот сейчас вообще большая конкуренция среди моделей плюс-сайз. Опять-таки, как посмотреть? Если сравнивать со стандартными моделями, то девочек стройных, худеньких моделей плюс-сайз очень много. То есть соотношение со стандартными моделями нас ничтожно мало. Но если посмотреть на картину общую... В целом, да. В целом, да. То и производителей для стройных девушек намного больше, чем на плюс-сайз. Вот, конечно, я не просчитывала соотношение в процентах, но думаю, что вот это вот соотношение плюс-минус одинаково получается. То есть конкуренция есть, но я предпочитаю смотреть на нее в положительном ключе. Потому что если бы не эта конкуренция, то меня бы уже не было. Ну да, и ты над собой работаешь, есть куда стремиться. Есть куда стремиться, и плюс, но я с этим ничего не могу сделать. Она была, есть и будет. Поэтому отлично, что она есть. Да. Это мотивирует. Это мотивирует, да. Да. Расскажи, пожалуйста, про специфику своей работы. Ты часто снимаешься в фотосессиях или ходишь по подиуму, или что-то еще делаешь? Значит, я участвую практически во всех мероприятиях. Я снимаюсь в интернет-магазинах, сотрудничаю с производителями, работаю в телешопинге, участвую в показах. Единственное, в чем я не хочу принимать участие, это выставки. Вот, это скучно, это неинтересно, это мало оплачивается. И, ну, в общем, вопрос денег. Не хочу. Вот, поэтому мне кажется, что все, что можно, я в это взяла. Я даже пыталась как-то сняться в маленьком фильме. Это была какая-то роль медсестры. Но я, слава богу, не видела, что это было. То есть исход мне не ясен. И на этом пока что все закончилось. Но я бы хотела пойти поучиться актерского мастерства, потому что мне это пригодится в любом случае. Но бывает какой-то кастинг, где я чувствую себя... Что не хватает. Не хватает, да, именно актерского. Поэтому идем дальше. А в нижнем белье были фотосессии? Были. Я не могу назвать себя бельевой моделью. Но, тем не менее, когда поступает заказ, то есть мне важно посмотреть, какой контент у заказчика уже на данный момент. То есть как это будет выглядеть. Мне важно договориться о цене, потому что... Ну, я считаю, что модель плюс сайз, которая готова сниматься в белье, у которой есть объемы, но при этом пропорциональная фигура, это не может стоить дешево. То есть то, что уникально, стоит дороже. Но, исходя из рынка, средняя цена ниже, чем меня бы удовлетворила. Поэтому, если мы договоримся с заказчиком, я пойду. Но если не договоримся... Ну, это финансовая сторона. Терять, как бы, нечего. Мне нравится, я не против. Ну, то есть у меня есть съемки и бельевые в том числе. Но их не так много. А вот тебе помогают вот эти съемки, там, белье, неважно, да, или там, в другой любой вещи, почувствовать себя, ну, избавиться от комплексов и почувствовать себя более уверенно. Или это никак не влияет на внутреннюю самооценку? Ты знаешь, если сравнить меня со мной 10 лет назад, безусловно, мне моя работа помогла быть более уверенной, ну, понять свои сильные стороны. Ну, я очень изменилась, и я довольна собой. Но, опять-таки, стоит понимать, что если я была бы глубоко закомплексованным человеком, 11 лет назад, если бы мне это предложили, я бы и не пошла. Но, отвечу так, да, помогает. Настя, а вот если тебе предлагают сниматься в том образе, который тебе не очень нравится, там вещи не подходят, ты можешь сказать, нет, не буду отказаться? Нет, если вещь не подходит по размеру, то, естественно, могу. Ну, и в принципе, визуально. Нет, конечно, не могу. Не можешь. То есть совершенно не имеет никакого значения, нравится мне это или не нравится. Если я согласилась на съемку, то она будет. Единственное, что бывают такие некие спорные моменты. К примеру, мы договариваемся с заказчиком, что мы снимаем домашний трикотаж, а я приезжаю, оказывается, что это белье. То есть это разница есть. В том случае я могу поговорить, если мы лично договаривались объясниться, если это было через агентство, то связаться с агентом. Но через агентство чаще всего все гладко проходит. То есть отказаться можно, только если нарушены договоренности. Но нравится, не нравится, я всегда буду изображать счастье. Да, что нравится. Счастье, конечно. Иначе смысл какой. А что, по твоему мнению, самое тяжелое в твоей работе? Конкретно для меня самое тяжелое это длинный рабочий день. Потому что все-таки работа физическая. И вот самое идеальное это 5 часов, не больше 5 часов для съемки. А самая долгая съемка сколько у тебя длилась? Ну, часов 14, наверное. То есть для меня это просто убийство. Мне очень жаль, что не каждый заказчик понимает, что все-таки модель работает лицом. И невозможно быть свежей, счастливой, довольной, улыбающейся, когда идет 12 час работы. И еще хочется же заказчику сэкономить. То есть больше объем сокращает количество времени для отдыха. И вот для меня самое тяжелое это длинный-длинный рабочий день. Мне после этого хочется несколько дней просто лежать. И ничего не делать. И ничего не делать, да. Настя, у тебя вот идет 12-часовая съемка, ты мне сказала, да, и по 14 бывает. Как справиться с такой тяжелой нагрузкой? Может быть, у тебя есть какие-то секреты? Нет никаких секретов. Совершенно точно. Единственный возможный вариант это просто делать съемное лицо, подходить к заказчику и говорить, что мне нужен перерыв. Хотя бы 15 минут. И вот тогда можно отдохнуть. Это единственное. А так, что бы я ни делала, я одна села, одной батарейки нет. Но всегда беру с собой еду, воду, чтобы не тратить время на поиски или заказ. Все. Настя, еще один такой щепетильный вопрос. Многим девочкам из модельного бизнеса часто предлагают заняться эскортом. Тебе поступали такие предложения? Ну, давай я тебе расскажу про два варианта. Было одно предложение, но я до сих пор не знаю, эскорт это или не эскорт. Мне написала якобы девушка, которая ищет для очень обеспеченного мужчину, женщину для очень серьезных отношений. Ему нравятся девушки в теле. И, соответственно, они просто проходились по всем моделям плюс сайз. И идея была такова. Мужчина находится в Швейцарии. Мне оплачивают билеты. Мне оплачивают гостиницу, где я буду проходить. Проходить? Чего я там буду проходить? Я не знаю. Ну, давайте кастинг я там буду проходить. Вот. И мы с ним встречаемся. Если у нас симпатия складывается, то у нас возможны отношения. Если она не складывается, то мне платят какую-то сумму денег, как компенсацию за потраченное время, и я возвращаюсь домой. Вот это считается эскортом? Ну, вопрос, что вы там будете делать? А вдруг это любовь? Нет, если любовь, то это любовь. Вот. То есть я не знаю, эскорт это или не эскорт, но я сейчас сочла это предложение таким сомнительным. То есть куда-то ехать, это просто небезопасно. Вот такое предложение было. И за последнее время, за последние два года, не только мне, но и многим поступает в соцсетях предложение. Якобы есть какие-то сайты знакомств для иностранцев, создается фейковая анкета. То есть я поставляю свои фотографии, они делают акцент не в белье, не эротические. Вот. Кто-то от моего лица общается, а вход, как это называется, за донаты, ну, то есть мужчины платят деньги за просмотр фотографий, и чем больше у меня подписчиков просмотров, с этого у меня идут какие-то деньги. Да, это тоже сомнительное предложение, но вот это очень часто. В инстаграме в директ пишут девочкам такое. На данный момент я отказывалась от таких мероприятий. Что тебе больше всего не нравится в твоей профессии? Ой, Маш, тут столько всего можно начать перечислять. Прям больше-больше из всего. А нет, я все перечислю. Мне не нравится нестабильность, то есть съемка может сорваться накануне, а когда бронируешь день, то есть, ну, это потеря денег. Мне не нравится ношение чужой обуви, мне не нравится, что частенько заказчики забывают то, что у меня сорок первый размер ноги и думают, что я могу работать в сороковых. Это больно. Что мне еще не нравится? Ну, что-то я уже и забыла. Но я просто на днях по этому поводу рефлексировала, я была чем-то недовольна и так мне все не нравилось, и я задалась вопросом, тебе столько всего не нравится, почему ты до сих пор работаешь? А потому что все-таки больше нравится, чем не нравится. Больше плюсов? Больше плюсов, да. Ты когда-нибудь сталкивалась с буллингом? Ты знаешь, вот эти вот слова, буллинг и многие другие, они появились не так давно. Во взрослом возрасте я никогда не сталкивалась ни по отношению к внешности, ни по отношению к моей работе, то есть, я не сталкивалась ни с кибербуллингом, ничего такого не было. Но если вернуться в какие-то школьные времена, то был такой момент, когда я ушла из школы, то есть, меня перевели в новую школу, в течение года я там училась, мальчики, тогда это называлось приставание, вот, подростковый возраст, приставание, зажимание, и в один из дней я пришла домой и сказала, мам, я в школу больше не пойду, и я больше не пошла, вот, наверное, это и был буллинг, только называлось тогда это хулиганство. Ну, это, да, в подростковом таком возрасте. То есть, во взрослой жизни? Никогда. Ну, вот после того, как ты маме сказала, что ты больше не пойдешь в эту школу, что дальше было? Ты перешла в другую или ушла на домашнее обучение? Нет, домашнее обучение даже... Речи не шло. Да, даже об этом речи не шло. Мы вернулись, мы, я вернулась обратно в ту школу, из которой мама меня перевела и продолжила там обучение. Настя, ты когда-нибудь сталкивалась с проявлением харассмента в свой адрес? Никогда. Мне снова повезло. То есть, ничего такого? Ничего такого не было. Ни на одной работе, ни с одним руководителем. Мне всегда очень везло с боссами. Настя, я часто слышала страшные истории про наркотики, про психологическое давление, про пищевое расстройство в обычном моделинге у девчонок. Скажи, пожалуйста, в моделинге плюс-сайз такое встречается, сталкивалась ли ты, может быть, с таким? Ты знаешь, мне почему-то вообще эта тема как-то вот остро ложится, когда есть привязка именно к плюс-сайзу. То есть, то, что ты перечисляешь, психологическое давление, наркотические зависимости, они есть, расстройство пищевого поведения, оно есть везде, в любой профессии, с любой женщиной, такое может быть. Это может быть с кем угодно. Это может быть с кем угодно. То есть, привязки, то есть, я не вижу вообще связи наркотики и плюс-сайз, психологическое давление и плюс-сайз. Можно только вот найти связь, расстройство пищевого, пищевого поведения. Ну, то есть, безусловно, человек, который всю жизнь находится в теле или с лишним весом Есть по-любому какие-то проблемы с этим Каждый справляется как может, а кто-то и не справляется Кто-то и не знает, что у него это есть Но это все зависит от человека Конечно А так многие очень заедают свой стресс, усталость Да, в принципе, еда, она может покрыть совершенно любую эмоцию Но, к сожалению, только на какой-то короткий промежуток времени Да, толку от этого? Никакого, абсолютно Но чаще всего это не думает Об этом не думаешь Я слышала, что ты училась на консультанта по питанию Расскажи, зачем, для чего? Да, правильно, я училась как раз консультант по питанию и пищевым зависимостям Но поскольку я решала свои собственные вопросы И мне важно, не было той диеты, на которой я не сидела И я так от этого устала Ну, то есть ты перепробовала много разных диетов То я решила, что этот вопрос хорошо бы закрыть, сформировав просто правильную привычку в питании И я начала искать способы еды, приема пищи, но так, чтобы это была не диета Потому что там, где диета и жесткое ограничение, там по-любому будет срыв И у меня получилось Я скинула достаточно большое количество веса И ко мне многие девочки начали подходить, спрашивать А что, а как? А я обожаю раздавать советы направо-налево Тем более у меня получилось, значит у тебя получится Вот, но потом время начало проходить И я почувствовала, что я испытываю некое раздражение внутри От того, что я постоянно говорю То есть меня спрашивают, я говорю, а ничего не происходит То есть сдвига там нет И я подумала, что, ну, должно быть, мой метод подходит для меня И все-таки мне, по всей видимости, не хватает знаний Чтобы нормально человеку помочь или как-то поднаправить И, то есть у меня было две выгоды Помочь себе и помочь тем, кто ко мне обращается Ну и плюс еще возможность в дальнейшем заработать на этом денег Потому что это проблема, то есть она не именно в моделинге плюс сайз Ну это в принципе у многих Да, и я пошла учиться, я получила дополнительное образование Но год длилась И, кстати, мне было очень приятно То, что, я не знаю, может на каком-то интуитивном уровне Но то, что до учения я делала с собой Оно очень подходило под то, чем у нас учили И я вела нескольких клиентов На протяжении, наверное, года Ну их было не очень много Но тем не менее Но потом я приняла решение, что я оставлю это для себя Почему? Мне было очень сложно эмоционально У меня было ощущение... Ты знаешь, в общем, я не смогла договориться сама с собой о стоимости Я знала, что диетологи, а диетолог это медицинское образование В среднем берут, то есть с большим опытом В среднем берут за консультацию там 5-7 тысяч рублей Я как новый специалист считала, что я не имею права брать такую цену То есть я назначала цену полторы-две тысячи рублей за консультацию Но при этом у меня было ощущение, что я даю больше, чем получаю То есть я не могла сказать, что 5 И поскольку я сама с собой не договорилась и считала, что я не в достаточной компетенции Ну с маленьким опытом Меня это слишком расходовало И я решила, что нет, я хочу любить людей Не нужны мне эти деньги, буду заниматься собой Но только для себя? Да Скажи, пожалуйста, а ты следишь за своими формами? Потому что, насколько я знаю, что должны быть есть, и как ты сказала, определенные критерии Размер, вес, параметры И я так понимаю, что в зависимости от этих критериев По тебя уже заказчик подбирает определенные вещи и образы И если ты выходишь за эти параметры Или вот есть какие-то параметры, ты их четко соблюдаешь, знаешь И вот они у тебя так и идут вместе с тобой Так, конечно же, очень важно оставаться в одном размере Но я знаю, что самые ходовые размеры от 48 до 52 Я понимаю, как я буду выглядеть и в 48, и в 52 Поэтому я не испытываю страх в потере работы Когда плюс 10, минус 10 Но стоит понимать, что мне очень повезло У меня хорошие пропорции То есть у меня, если что-то нарастает, оно все равномерно И, соответственно, если уходит, то же самое Но, конечно, очень важно оставаться приблизительно в одном размере Потому что когда вот у меня был момент, я очень сильно поправилась И вся моя клиентская база наработалась на мой 54-56 на тот момент И мне было очень страшно начать худеть Потому что у меня закончатся деньги Что мне делать? Но благо, что все прошло хорошо То есть был небольшой спад Но буквально в течение полугода у меня нашлись новые заказчики И все продолжилось И то есть сейчас я держусь вот в том, чтобы этого стресса больше не испытывать Чтобы в одном весе, в одном размере Да Ну не всегда получается Я вот за последний год чуть-чуть увеличилась на размерчик Но на размер это не так страшно А это кажется Кажется, да? Конечно, что такое? Как ты думаешь, как выглядит 2 кг жира? Даже не знаю Это трехлитровая банка То есть, соответственно, один размер это 6 кг Это много Много-много Да, то есть это очень обесценивается Там поправилось не килограммчик, а ерунда Это не ерунда То есть если важно остаться в форме, это не ерунда Это как бы звоночек, на что стоит обращать внимание Что-то не так происходит Что? Ну и решать, если это важно Ну то есть в любом случае за своим весом и за своими параметрами Так или иначе вам постоянно надо следить Да Настя, расскажи поподробнее про пищевые зависимости Смотри, если говорить про расстройство пищевого поведения Ну или про лишний вес, про какую-либо зависимость То есть что пищевая, что нарко, что алкозависимость Везде есть круг зависимости То есть жажда, чего бы то ни было Получение, чего бы то ни было И после этого наказание После наказания неизбежно будет срыв И для того, чтобы вот из этого круга зависимости выйти Нужно убрать всего лишь один момент Наказание То есть убрать чувство вины И то есть если себе позволить чуть-чуть чего-нибудь И не поругать себя за это То возможно, что все сложится наилучшим образом Но тут, по-моему, мне кажется, основное это чуть-чуть А нет такого, что ты вот себе дашь слабину, позволишь И это будет... Слушай, ну мышление, оно такое черно-белое Вот человек или хороший, или плохой Вот я или... Если я ем, то я ем просто все подряд Или я не ем вообще ничего То есть поправляются Не от куска торта И не от куска пиццы Поправляются от целой пиццы Вот, поэтому если ты хочешь пиццу Но съешь кусок От этого ничего не случится А срабатывается такой щелчок Все, я не ем ничего Ничего и никогда Проходит две недели Я ем все Да, потому что, знаешь, есть такое упражнение В чем разница между голодом и аппетитом И вот если об этом подумать На моменте долгого воздержания Начинается аппетит Аппетит это когда мозг вырисовывает картины Какой-то определенной еды А потому что голод можно чем угодно утолить Голод можно утолить быстро А аппетит его невозможно утолить Это как бездонный колодец Поэтому важно просто не допустить этого момента А для того, чтобы не допустить Не нужно голодать Вот В общем, видим все, но по чуть-чуть По чуть-чуть, то есть еда должна быть какой? Разнообразной, равномерной Ну, желательно вкусной Но, кстати, я хочу внимание обратить на то Что пищевые привычки, они реально могут измениться То есть на протяжении какого-то времени Я ограничивала Нет, я не ела сладкого Но это был мой принцип Мне просто было интересно, как я буду себя чувствовать Но я не ела не именно пироженцы Я не ела вкус сладкого То есть, например, финик или банан Это тоже вкус сладкого И я была удивлена, насколько потом мне было невкусно То, что мне до этого было вкусно То есть я потом такая думаю, как же сладенько Я прям ходила по кафешкам и сказала А что мне такое съесть, чтобы мне было снова вкусно? И не вкусно Я потом нашла Нет, ну говорят же, что нужен какой-то период времени Переждать Пере себя Ну, ты, например, не хочешь есть сладкое Вот нужно там недели три Продержаться И потом это будет намного легче Но надо выдержать вот эти временные рамки Да, ты права Но я сейчас нашла себе Короче, сейчас, у меня шестой день Я взяла аскезу От десертов сладкого Это очень интересно Там прямо все выгодно для меня И как раз вот я сейчас не ем сладенького А на исполнение какого желания ты взяла аскезу? Ну вот так я прямо сейчас и расскажу всем Ну, просто по секрету так А давай так Если ты можешь угадать На что Вот ты уже Меня знаешь, капелюшечку То, на что я Ой, микрофон задела То, на что я упадка Не так много я тебя знаю Ну, предположи Не можешь, да? Ну, тогда я не скажу Пусть будет капелька тайны Ну, расскажи, расскажи Чаще всего По самореализации что-то связано, нет? Нет, да ладно Ну, увеличение дохода Настя, вот какие у тебя вообще планы на будущее? Чего бы хотелось? Вот помимо моделинга Слушай, я очень люблю исследовать все новое На тему нравится мне это или не нравится Поэтому мама моя считает, что это не очень серьезный подход Потому что она измеряет результатом А мой результат, насколько мне это нравится Насколько я получаю удовольствие от того, что я делаю Поэтому мои ближайшие планы Я хочу пойти на курс актерского мастерства Потому что все-таки мое эго И моя жажда И любовь к вниманию Хотят еще Вот Потом Какое-то время назад У меня был страх, что я Ну, как долго я буду моделью? Но в принципе тенденции таковы, что сейчас Нет никаких ограничений Да, то есть важно, как ты выглядишь Да, как ты выглядишь, как ты себя подаешь Да, я знаю, что с этим все хорошо Поэтому этот страх ушел Но хочется Давай так Я очень люблю свою работу Но какая бы ни была офигенная работа Все равно Что-то вот поднадоело Хочется что-то еще Я хочу стрелять Научиться или тоже? И научиться Научиться и ходить Это как регулярность А я не уверена, что пока я готова Я готова это сделать как разово Но не готова это делать На постоянную На постоянную, да Я не так давно ходила Пробовать играть на барабанах И мне Барабан-установка И это нереально круто Я раньше очень мечтала О своем бренде Но мне очень помогла Одна заказчица Она была очень великодушна Она поговорила со мной Я к ней приехала С целым списком разных вопросов То, что меня интересует Она меня усадила Говорит, Настя, значит, слушай Если ты хочешь работать Делай свое производство Если ты хочешь зарабатывать Продавай Купи-продай Купи-продай Поэтому сейчас я думаю о том Хочу ли я идти туда Или не хочу У тебя вообще есть в планах Закончить моделинг? И уже заняться чем-то абсолютно другим Через какой период времени? В моих планах есть разнообразить моделинг Но не закончить Мне слишком это нравится То есть совмещать все-таки? Да, совмещать Насколько это будет возможно И какая-то другая сфера деятельности Поможет мне Соглашаться на работу Не из-за финансовой составляющей А из-за Хочу я или не хочу в этом участвовать Это будет больше свободы А так это со мной Я даже думаю, что когда мне будет лет 60 Я просто пойду в модельное агентство Олдушка И буду И продолжу там Да Настя, а как относятся окружающие Когда ты им рассказываешь О своей профессии То, чем ты занимаешься? Ну, окружающие бывают разные Соответственно, и разные отношения Девушки чаще всего относятся с интересом Хочется каких-то подробностей Окружающие, с кем я училась В школе, в институте Им тоже интересно Вот Кто-то даже Для меня это обыденно Мне кажется, что это обычная жизнь А кто-то говорит Там, блин, как круто Там, Сахарова, возьми мне к себе Хотя куда к себе, я не знаю Вот Ну, так гордятся Но Вот вопрос с мужчинами Тут бывают разные Вот если мужчина уверенный в себе То его никак не остановит И не испугает работа моделью Но у некоторых мужчин очень богатая фантазия И им съемки видятся совершенно иным образом Вот С таким я сталкивалась Это, конечно, обидно И когда Нет, несколько лет назад Я поймала себя на том ощущении Что я как будто бы начинаю за себя оправдываться Как будто что-то плохое делаю Но потом я поняла Что пора завязывать И то есть если мне когда-то мужчина скажет Что это вот не то, чем ты занимаешься То есть мне мужчина такой не нужен А были такие случаи, когда тебе мужчина говорил Что вот этим ты больше заниматься не будешь? Как действует логика некоторых молодых людей? Как ему это представляется? Значит, есть красивая фотостудия Есть модель и помощник фотографа Значит, длительная съемка Всю фотосессию у фотографа эрекция То есть он дождаться не может, когда съемка закончится И как только помощник выходит Тут случается страсть И так происходит каждый мой рабочий день И по-другому быть просто не может Вот, но это бред Но фантазия говорит, что Ну, всех фантазий разное Все происходит так, да Или, к примеру, почему нельзя выставлять фотографии Профессиональные в белье? Ну, вся 19-миллионная Москва В частности, мужская половина Тут же зайдет И начнут заниматься любовью сами с собой И все будут мне писать Ну, то есть вот такие какие-то фантазии нелепые Но это о чем говорит? То есть, ну, или мужчина сам так себя ведет Или он настолько не доверяет себе В частности, и мне Да То есть вот зачем мне все это надо И зачем мне оправдываться перед ним? Я ничего плохого не делаю Но если боится, пусть боится без меня Правильно Да Какие фантазии-то у мужчин? Да я была в шоке Мне даже в голову это не приходило Что можно вот так вот развить Такого не было ни разу Ни на одной съемке Я, знаешь, думаю Это просто какие-то Как на стереотипы В фильмах кто-то насмотрелся Где-то какой-то сюжет увидел И вот это почему-то запало в голову Вот так и создают Ну, клише Они же есть в каждой профессии Конечно, конечно Вот, то есть если сантехник То обязательно он должен бухать Вот, но это же не так Если блондинка То обязательно у нее Недалекий интеллект Но это же неправда И, соответственно, если модели Значит, там наркотики Разврат Проститутся Разврат секс Но это не так Расскажи, какие критерии должны быть У модели плюс-сайз Ну, как я уже говорила Размер должен быть от 48-го Важно, чтобы фигура была пропорциональна Потому что у плюс-сайз Чаще, ну, не чаще всего Иногда бывает ситуация Когда верх, допустим, 48-го размера А бедра 54-го размера То есть пропорции должны быть Рост Конечно, агентства говорят От 175-ти От 175-ти Но Практика показывает, что Наиболее продаваемый рост Это 173-176 Хотя, казалось бы, да Говорят, что модель должна быть метр восемьдесят Это позиумная модель Но для регулярных съемок Это будет не очень хорошо Потому что производители отшивают Первую ростовку чаще всего Это на средний рост И даже при моем 174 росте Просто вещи будут Короче смотреться И потребитель не поймет Какая вещь на самом деле Должна быть чистая кожа Желательно отсутствие Татуировок или шрамов Ну, или если таковые имеются Которые можно скрыть Хотя сейчас стали более смелые бренды То есть есть девочки с татуировками Но Это скорее Это очень маленький процент То есть лучше без этого Привлекательное, ухоженное лицо Ну, как Интересное, с изюминкой А дальше, ну, желание, активность Ну, и какие-то личностные качества Но это мое личное мнение Какой должна быть модель плюс сайз Ну, вообще модель в принципе Любая Любая Потому что, то есть, плюс сайз Или стандартная То есть все это модель Ну, набор критериев Они, в принципе, если мы не берем фигуры Они у всех, в принципе, одинаковые Конечно, да А что бы ты посоветовала девчонкам? Какой дала бы совет? Которым интересно то, чем ты занимаешься Именно моделинг И они стоят у начала В своем пути И не знают, за что им взяться В первую очередь В первую очередь Я бы рекомендовала сначала поговорить С близкими людьми Чье мнение важно Потому что это мнение может расходиться И то есть, если важно мнение Мама или супруга То лучше все-таки посоветоваться Ну, чаще всего Чаще всего важно Все равно, как бы сейчас Не было модно Бороться вот с этим Вот мне не важно, что подумают другие Это вранье Все равно важно Вот, поэтому надо поговорить И если, ну, если тебе все равно Условно говоря То это означает, что ты будешь воевать Со своими близкими Постоянно доказывая, что ты не верблюд То есть, если ты к этому готова Пожалуйста Вот, если тебя поддерживают То дальше я бы рекомендовала Девочкам зайти в интернет Посмотреть, что такое Модельные тесты Что такое снэпы Сделать себе Изначально минимальное портфолио Для того, чтобы уже было С чем куда-то идти Конечно, я бы еще рекомендовала Посмотреть в интернете На уже востребованных моделей То есть, ну, посмотреть Как позируют В чем позируют И найти какое-то модельное агентство Потому что все-таки сейчас Более хорошие заказы поступают Через агентство Ну, то есть через агентство Лучше всего Ну, это и безопаснее И плюс еще иногда бывает Сложновато самой договариваться о цене Все-таки не случайно У актера есть агент Потому что в этот момент Творческого кризиса О, боже, я ничтожество Я не стою и рубля Вот, то есть агент так думать не будет Вот, то же самое и с моделью Лучше, конечно, чтобы было агентство И быть смелыми Не нужно вот ждать Вот сейчас я вот Откуда-то тебе, да? Да-да-да Даже дело не выпадет Желание вот этого Довести до перфекционизма Вот я сейчас вот скину 3 килограмма И потом я пойду на фотосессию Вот сейчас вот я вот этого сделаю А потом я пойду Не надо ничего ждать То есть если такое намерение есть Иди и делай Ну, то есть если у других получается Почему не получится у тебя? Верь в себя и все получится Да, будь смелой Настя, спасибо большое за сегодняшний разговор И тебе спасибо, Маша Ты очень позитивный человек И на самом деле хочу сказать Из нашей беседы Могу только сделать вывод Что самое главное Быть уверенным в себе Пробовать и не бояться Идти вперед Да, это совершенно так После сегодняшнего нашего разговора Знаешь, многие из нас Много чего хотели бы попробовать Но чаще всего останавливают Как мы с тобой говорили Быть, суета, самотоха И ты во всем забываешь про себя Не бояться быть смелее И идти к своей цели И только тогда все получится Не получится только если ничего И нигде не делать Ничего не делать Да Это гарантированно безопасно Спасибо тебе большое С вами была программа Женская тема Я Мария Голубева У меня была в гостях Модель плюс сайз Анастасия Сахарова Всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин